Меняются времена и герои. И из нашего следующего сюжета мы узнаем, кем были в детстве на ёлке те, кто сейчас уже важные и солидные люди. Чаще всего я была снегурочкой. У меня мама очень хорошо шила, у меня были очень красивые костюмы снегурочки. И поэтому, когда, знаете, вот когда этого не хватает, ты этого хочешь. Когда этого много, мне уже казалось пресной быть всё время снегурочкой. Тем более, что я с пяти лет на сцене, и мне казалось, что я должна быть и снежинкой, и лисичкой, и ещё кем-то. И я расстраивалась. Но воспитатели шли мне навстречу и давали мне, скажем, возможность потанцевать. Сначала танец снежинок, потом я быстренько бежала, переодевалась и выходила снегурочка. Так что вот. А когда уже стала постарше, конечно, я была и снегурочкой, и зимушкой зимой, и бабьей егой. Я не помню, кем я. И кимор, и кем я только не была. Вообще новогодние ёлки – это совершенно другой тип спектакля. Это совершенно другое отношение, потому что ты понимаешь, что ты совершаешь сказку. О, кем-то глядал. Ну, как всегда, мальчики – это кто? Зайчики. А-а-а. Ещё какие-то там зверюшки типа медведь. Вот у меня есть пару фотографий. Ну, наше детство – это было много лет назад. Я не ходила в детский сад. У меня есть пробел в моей биографии. Никем, никогда. Дед Мороз ко мне ни разу не приходил. У меня родители – артисты. Как я? Я же, конечно, знала бы, что это кто-то из них. Поэтому вот я такой как-то фарисей. Не верила в Снегурочку. Я из глухой Сибири. Из глухой Сибири. Где-то до пятого класса я жил в глухой… в Большом Улу. Это где-то от Красноярска ещё 200 километров. Поэтому вот честно признаюсь, не помню, когда я наряжал ёлкой, что я получал под ёлкой. Это, к сожалению, очень было давно. Но на детских утренях, конечно, всегда были снежинки. Девочки-снежинки. Я помню, я сама из Ленинграда. И училась в школе 210-й. Где на Невском проспекте, например, что эта улица наиболее опасна при автообстреле. Поэтому город такой, знаете, значимый. И мама у меня блокадница. Поэтому там мы были все, да. И они всегда были на ёлках, ходили на ёлки. Если честно, в костюме волка в основном. Потому что, ну, наверное, это было созвучно с фамилией. Но так случилось, наверное, происходило, что вот в основном в костюме волка происходило. В школе я был гномом, помню, в самом детстве. Ещё был какой-то страшный костюм, какой-то чёртик. Всё, больше в памяти ничего нет из подобного. Ну, своё первое участие в детстве, если вспомнить, это было... Сейчас скажу, я учился в седьмом классе. Я проводил утренники для младших классов, был Дед Морозом. Я учился в Москве, школа номер 542, был Дед Морозом. Провёл 10 утренников. Ну, было много параллелей. 10 утренников провёл, и мне за это дали. Тогда только-только начали пускать на ёлку, билет на ёлку в Кремль. Как все девочки, снежинка, конечно, была. В белом костюме. И, как сейчас помню, на руках у нас дождик такой. Браслеты в виде дождика были. Вот мы махали руками дождиком. Изображая снежинок, кружились вокруг, наверное, зайчика какого-нибудь. С детства, поскольку я всегда была блатинкой, меня в детском садике, в школе всегда выбирали. Сначала снежинками, ну а с возрастом я превращалась в снегурочку. Ну и это со средней школы. Именно в этой роли я и ушла на пенсию. Именно со сцены. Снегурочка, она настолько вросла в меня, настолько сжилась, что я всё время, мне кажется, о том, что я именно снегурочка и есть. Правда, сейчас больше похожа за снежную королеву. Вы не поверите, но я была Дедом Морозом. И очень даже неплохим. Вы не поверите, не было ни одного нагводнего утренника, чтобы мой костюм повторялся. Я каждый год, так же, как и мой сын сейчас, придумывал новые костюмы. И мои родители сидели и шили это всё на машинке. Я был и Карлусоном, я был и Пиратом, я был и Дедом Морозом, я и был Петрушкой. А вот больше всего мне запомнился костюм Карлусона, потому что мой отец сделал его из поролона. Я был такой достаточно пухленький, у меня была кнопка от звонка и стояла большая батарейка. Сейчас такие уже не продаются. И сзади был пропеллер, который вертелся. И моим одноклассникам, это было во втором классе, было очень весело. Вот так мы танцевали вокруг ёлки.